Привет! Как дела? Ежегодно 11 ноября Великобритания отмечает Remembrance Day, то есть День Поминовения. Этот праздник, наверное, сопоставим с нашим 9 мая, Днём Победы. Для британцев он считается самым главным, когда они вспоминают героев, погибших во всех британских и мировых войнах. Но в основном этот праздник относится к памяти погибших в Первой и Второй мировых войнах. И если в прошлом году я рассказывала вам, как проходит королевский сервис, то есть королевская служба на улице Whitehall, куда приезжает королева и вся королевская семья, почтить память погибших, если кто не видел, смотрите в этом ролике. Сегодня я расскажу об имперском военном музее, в котором мне удалось побывать в 2018 году именно с той целью, чтобы поснимать вот эти вот поппис. Поппи — это маг, символ крови, пролитой в войне. То есть если вы увидите в Британии накануне 11 ноября очень много народу носят такие значочки в виде мака, знайте, что каждый человек тем самым пытается почтить память погибших или своих родственников, или просто людей, которые сражались за Великобританию. А в 2018 году имперский музей, который находится в районе Ламберт, это южная набережная Темзы, недалеко от Салпенк. Там в районе этих дней, в 2018 году, музей был оформлен вот этими вот маками, такая инсталляция была. И я пошла туда пофотографировать, поснимать все это на видео, и вот показываю вам, как это было. Конечно, я уже была в этом музее тысячу раз, но так вот подробно и детально, досконально не смотрела всю экспозицию, что там находится. Мы пошли туда с мамой, решили посмотреть экспонаты, экспозицию, там что-то новенькое появилось, какие-то интерактивные моменты. И так вот зашли почитать, посмотреть. Я уже рассказывала, в том районе проходит наш праздник, День Победы, 9 мая. Все русское сообщество собирается недалеко от этого музея, рядом с монументом советским героем. И, естественно, я заходила в этот музей, но так вот досконально не рассматривала, потому что, наверное, на тот момент я не знала английского языка, ничего не читала, то есть просто посмотрела экспонаты. Мы еще с братом, помню, ходили танки, там всякие грузовые машины, особенно на первом этаже очень много таких экспонатов, на фоне которых можно пофотографироваться. А в этот раз мы с мамой пошли посмотреть, конечно, тоже пофотографироваться, но я уже фотографироваться сама не очень любила, а вот фотографировать экспонаты и для репортажа тоже можно было бы поснимать. И я снимала, и в этот же момент читала, что это за экспонат, в связи с чем он там поставлен. Мы смотрели какие-то документальные кадры, как вот эта вот пушка, которая вот стоит вот перед тобой и стреляла там во время войны, как они в окопах укрывались и так далее. И вот мы дошли до экспозиции, связанной с Советским Союзом. Там нашли, там на русском языке написано «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», какие-то лозунги, плакаты. Так было интересно, мы заинтересовались. И тут рядом я увидела такой тоже стенд, на котором было написано, что для меня это было просто шоковой информацией, как вот так вот полностью перевернуло моё создание, почему я, в принципе, не очень люблю историю, потому что у каждого история своя. Что там написано было, что в Первую мировую войну Россия, в общем, образно говоря, чуть ли не предала или подвела Британию, она там сражалась до последнего, а мы, видите ли, такие плохие, взяли и договорились с Германией, что мы им там отдадим какие-то земли, и за счёт этого у нас война как бы мимо нас пройдёт. И что написано там, люди уже не могли, нечего было есть, и они отказались от участия в войне, тем самым подвели Британию, и пока американцы не приехали, не спасли Британию и Францию от Германии, в общем, Россия подвела. Россия подвела Британию. Вот оно, откуда всё идёт. Конечно, каждый смотрит на свою историю только со своей точки зрения, никто ж не знает, как и что там происходило в годы мировой войны в Великобритании или во Франции. Никто же за этим не следит, кроме историков, естественно, которые в этом копаются, которые это изучают. Также и британцы, они не знают, что в России в этот момент случилась революция, что власть сменилась, что то, что обещал царь помочь Великобритании и Франции, все эти договорённости рухнули, потому что царя сверг Ленин и большевики. Нечего бедным гибнуть за земли, за которые борются богатые, мы свергаем всю власть и вся власть народам. Никто же об этом не знает из британцев. Они думают, а, капитулировали перед немцами, на задних лапках встали, отдали им там какие-то земли и тем самым разошлись. В общем, у каждой страны своя история и свой взгляд на эту историю. И никогда не знаешь, где там что и как происходило, кто был прав, кто виноват. Всегда истина где-то посередине. То же самое я уже рассказывала, случилось у меня какое-то просто замыкание в мозгу, когда произошёл вот этот вот Крым, когда я была в Британии, когда Россию обвиняли, что она такая-сякая, когда украинцы кричали «это наша земля» и весь мир восстал против России. Никто же не знает всю историю Крыма в Великобритании. И даже когда британский репортер, проживший там 10 лет в Москве, пытался донести эту суть новостям, его просто ведущий забивал, затыкал и старался не дать сказать, что же там было с Крымом до того, как он отошёл Украине, образно говоря. Его просто подарили, не спросив народ, русский народ. Но это тоже всё политические такие события. Не очень хочется об этом рассказывать. В связи с тем, что мы, обычные люди, никогда правды и не узнаем, как там было всё на верхах и в политических кругах, это нас не касается, и мы не доберёмся до истины. Ну, может быть, опять разве что какой-то переворот совершим. Хотя кто знает, что сейчас будет в пандемии. Ладно, не будем сильно в это погружаться. Но просто иногда вот такие вот лозунги или какие-то надписи, которые ты видишь на другом языке, уже можешь прочитать и узнать очень многое о своей стране с точки зрения другой страны, это, конечно, вводит тебя в шоковое состояние. Ты такой стоишь и... Нифига себе, как это всё у них выглядит. Оказывается, вон как они считают. А на самом-то деле мы-то изучали вот так. А как это было на самом деле, мы и не знаем. Может быть, это было так, как они это видят. В общем, столько вопросов сразу возникает. То есть у тебя есть чёткая линия, ты точно знаешь, как ты учил в истории, что у нас началась революция, нам было не до Первой мировой, никто не хотел идти воевать. Какие-то земли отдали и разошлись, как в море кораблей. И то же самое про Вторую мировую. Все американцы считают, что американцы победили во Второй мировой. Все англичане считают вместе с французами, что именно они победили, а мы-то считаем, что мы победили. В общем, у меня уже настолько шарики за ролики заезжают, и я уже не знаю, где искать суть этой истории, потому что, в принципе, с каждой точки зрения это звучит правда. Ну, ладно, сегодня не об этом. Сегодня я расскажу вам сегодня о памяти погибших в этих войнах, о том, что происходит в Великобритании в эти дни, в районе 11 ноября, и о том, что можно увидеть в Имперском военном музее в Лондоне. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok